Друзья, вот и второе видео о том, как тем, кто хочет уехать в США, например, кто хочет там остаться, да, уехать в США, кто хочет там остаться. Это видео, этот вопрос мне очень нравится, потому что я хочу уехать в США, но не хочу там остаться, я хочу просто посмотреть город, именно я хочу в штат Флориду, я не знаю, смогу, пока я не искал, я искал, но я пока не разобрался до конца в этом, именно я говорю про штат Флориду. Про Нью-Йорк, я уже знаю, что найти там путевки, путевки есть в Нью-Йорк, конечно же. Вот тем, кто хочет уехать в США, да, вот как это сделать? Это будет очень тяжело сделать тем, когда ты вообще, когда ты приходишь в посольство, это вообще посольство, ты там будешь проходить собеседование. После того, как ты собрал огромный перечень документов, с которыми ты идешь в посольство, туда нужно очень-очень много документов собрать, только потом тебя пригласят на собеседование, значит, день, ты со своего города, не знаю, с какого конца России вы, нужно приехать в Москву, посольство США находится в Москве. И, само собой, ты и там должен тоже снять гостиницу, это будет, короче, туда уехать будет затратно, достаточно затратно это будет, потому что помимо путевки вы еще и с собой должны туда взять денег. Собеседование само проходит 5 минут, вообще, 5 минут. Они должны удостовериться, чтобы вам дали визу, что вы вернетесь обратно, потому что вы им там не нужны, мы им там, никто не нужен. Они должны удостовериться, что у вас, что вас здесь, в России, что-то держит. Например, у вас есть недвижимость, это хорошо, это еще, это плюс. Вы, например, здесь женаты или замужем, достаточное количество, я не знаю, сколько времени вы должны быть, но вы знаете, все это кому как повезет. Есть, например, вот назову плюсы, которые будут вам. Если у вас есть недвижимость, если вы замужем или женаты, если у вас есть уже какое-либо, если у вас есть уже шенгенская виза, то что вы были в шенгенской зоне, это тоже будет плюс. Пока я знаю только про эти плюсы. И, само собой, если вы выиграли в лотерею грин-карту, само собой, конечно же, если у вас есть грин-карта, то проблем, по-моему, практически никаких не должно быть. Осталось просто собрать документы, наладить свое финансовое положение и скатерть дорожкой, как говорится. Дорога вам открыта. Кто хочет просто, вот следующий пункт, кто хочет просто туда поехать, посмотреть, как там, что там, как на экскурсию. Я как раз, когда сегодня был в турагентстве, минимальная стоимость билета туда, насколько мы смотрели вот из сегодняшнего дня, то, что мы там смотрели, 82 тысячи, понятно, что с билетом туда и обратно, потому что с билетом на один конец это невозможно, вас туда ни за что не пропустят. Потому что, опять же, у вас, они должны быть удостоверенны, что вы вернетесь обратно. Билет на один конец вам не продадут и не дадут такой турвизы и ничего вообще, это точно. Разговорился, как всегда, и забыл, что я говорил. Что я говорил, а? Ну, да. Я не помню. Все, вспомнил. Это я говорил про плюсы, если я не ошибаюсь. Я говорил про плюсы, которые вам будут очень полезны. А, скорее всего, я хотел, я не так вообще, не про плюсы, а вообще хотел сказать про возможности, как можно туда уехать. Это вот все, что я перечислил. По турвизе, по деловой, по деловой, как они? Они это одно и то же. Туристическая виза и гостевая виза, или виза для деловых каких-то встреч или переговоров, это все одно и то же. Это виза B1-B2, они выдаются как одно, виза B1 и B2, не по отдельности. Вообще, туристическая виза и гостевая виза, это называется B2, а для деловых поездок это B1, но их выдают как за одно. Так, главным ограничением этих виз, почему я именно говорю про туристическую гостевую визу, потому что это самое легкое, это не легко, но это одно из самых простых способов поехать в Америку. Это Work and Travel, я про него мало знаю, я про него побольше узнаю и расскажу вам обязательно, но сейчас я знаю про туристическую гостевую визу. То, что главным ограничением этих виз являются ограничения на трудоустройство, вы не сможете устроиться на работу. Вы, конечно, можете, сможете, но это будет, но если вас завлекут в этом, вам поставят штамп в паспорте и вообще на вас, то, что вы никогда больше не сможете вернуться туда, в США. Въезд для вас будет закрыт, если вас увлекут в этом, что вы работаете. Что еще про туристическую гостевую визу? Гостевую визу будет легче получить, чем туристическую, насколько я знаю. Но это будет тоже заморочка, конечно же. Вот в США, вообще, я так смотрю, они так отделились от всего мира. Какой-то поставили себя в какой-то купол, положили, что никого сюда, никого туда. Да, прям вот себя, как этот. Но и тем не менее, очень странно тоже, что они устраивают эти лотереи. То есть, как говорится, мороженое перед вами, можно лизнуть и все, больше ничего. Вот они вот, и вот этой лотереей, они дразнят нас. Я думаю, это так, чтобы больше цену себе набивать, короче, одним целым. Не знаю, как еще это назвать по-другому. Барьер от всех стран. Это не от всех стран, конечно, есть безвизовые страны. Это Германия, Бельгия, Литва, Франция, Италия. Далее, не помню, еще какие-то там страны, если честно. Вот, это кто хочет просто уехать в США. А теперь третье видео. Я думаю, я, да, я это сделаю в третьем видео. То, что как уехать в США и остаться там. Я думаю, 50% это уехать туда. Главное, туда уехать. А остальное уже, как сказать, это 50% всего дела, мне кажется, уехать туда. Самое тяжелое, это уехать сюда. Приехав туда, я не знаю, просто некоторые, как, вот, как это сказать, а? Вот, 50% успеха, это уехать туда. Просто уехать. А остаться там, это еще 50%. Нормально остаться. Не так? Например, если честно, я не понимаю, надо прочитать сегодня об этом, пока есть время. Нелегально как-то можно остаться. Я сегодня объясню, это очень интересно вообще, как это понять, нелегально там остаться. Ну, я, какие там возможности, какие ограничения, чего вы не сможете делать, быть, как это сказать, что вы там сможете сделать, чего вы там не сможете сделать нелегалами. Короче, я так посмотрел, как вы туда, если вы хотите там остаться, вы приехали туда, да, по туристической визе, да. Вы, конечно, у вас все это оплачено. То, что, например, сегодня я то, что смотрел, 80 с чем-то тысяч на 12 дней уехать туда. И это будут и только с завтраками, это, по-моему, билет туда и обратно на 12 дней. Вот эти 12 дней у вас есть время, на что окончательно подумать и убедиться, хотите ли, действительно вы хотите там остаться или нет. Но если вы уже решили остаться там, вообще не задерживайтесь с этим, чем быстрее вы это решите, тем лучше для вас. Один из способов, один из самых лучших способов остаться там нормально, я про это не на 100% тоже это знаю, я это говорю не исходя из своего опыта, у меня такого опыта нету. Я это говорю от людей, от которых я это слышал, от которых есть уже этот опыт, которые это знают, что это. Я просто пересказываю то, что они говорят. Первым же делом, в этот же день, как вы туда приехали, сразу же, желательно, если вы уже решили там остаться, действительно, незамедлительно, вообще не затягивайтесь с этим, подайте на политическое убежище, обязательно. Но к этому нужно подготовиться, будучи уже дома, здесь, в России. Политическое убежище предоставляется людям, которые на территории своей страны преследуются, которым, например, угрожает жизнь, или которые не могут не то, что чувствовать себя тут некомфортно, а которые, как бы это сказать, не которым живется хорошо. Скорее всего, это в закон, это, я вчера читал этот закон, не помню, вот с такой головой надутой, и ничего не запомнил, не запомнил нормально. То, что, кто, короче, одним словом преследуется. Алена, как ее звали, не помню, Чапман, была у нас Чапман, она работала на Америку, была шпионом, я думаю, вы помните, она по первому каналу, по пусть говорят, еще была. То, что, она получила в США политическое убежище от своей страны. Если бы она приехала в Россию, ее бы арестовали за это, я не помню, как ее история. Короче, если у вас в России, вы судимы, если вы, например, вот-вот вас посядут в тюрьму, и вам удалось все-таки уехать в США, вы можете подать на политическое убежище, прийти туда в посольство, вам назначат день, вы должны сначала запомнить, извиняюсь, вы должны сначала запомнить, заполнить какую-то форму, не помню, как она называется, если честно, я сейчас посмотрю и скажу вам. Эту форму нужно заполнить еще, будучи, я не знаю, я так вчера подумал, ее можно заполнить и дома, потому что эту форму нужно писать на английском языке. Заявление о представлении политического убежища, вот. Эта форма называется, как она называется, форма 12, инструкция 14, короче, я внизу скину ссылки, там, я внизу скину ссылки, это будет официальный сайт США, страница о том, как получить визу, и именно это заявление, вы можете его распечатать, будучи у вас дома на принтере, и когда вы уже приедете туда, заполнить ее тоже дома, через переводчик или через друзей, как там будет легче. Короче, одним словом, политическое убежище предоставляется тем, кто преследуется на территории своей страны. Или я знаю еще людям, кто с интернационной ориентацией, и у них, по-моему, не так уж, прям и политическое убежище, но какое-то убежище им все-таки предоставляется. Это, по-моему, им дают там вообще всем, кто и политическое убежище, у кого и что, предоставляют, где они могут жить, не знаю, предоставляют работу или нет, но им какую-то сумму определенно выплачивает государство Америки. Да это вообще, по-моему, в каждой стране есть, это еще ООН приняла в 64-м году, что ли, или в каком-то году, не помню. Незамедлительно, я опять разговаривался, и вообще, я как начну говорить, я куда-то ухожу и не могу остановиться. Незамедлительно, сразу же, в этот же день, желательно, в этот же день обращайтесь сразу в поли... Вот в это посольство США с просьбой предоставления вам политического убежища. Его предоставляют за 3-4 месяца, по-моему, если я не ошибаюсь. Но это даже, это быстро. Или 3-4 месяца, это быстро. А так, по-моему, даже позже. Ну, кому, как повезет тоже, смотря какая у вас история, ни в коем случае, опять я говорю, что люди говорили, то, что не обманывайте ни в коем случае. То, как есть, влательно, так и говорите. Я советую не обманывать, потому что про тем рассказом, который я слушал, лучше всего не обманывать, а говорить так, как есть. Не так, как есть, в смысле, я вот хочу придумать историю, да, как придумать историю, но я вот действительно к вам пришел. Я хочу тут остаться, жить в Америке, но никто в моей стороне меня не преследует. Конечно, так тоже не заговорить, вас ни за что там не оставят. Я не знаю, как с этим вам поступить. Значит, политическое убежище не для вас. Значит, вам нужно придумать какую-то другую историю. Хотя, как-то ГВ... Нет, не помню, не буду говорить, а то посадят еще. Вроде все, кто хочет туда уехать, политическое убежище. Или как-то все время идти продлевать эту визу. Или еще что-то. Или костевая виза. Ну, вы это, я думаю, кто этим интересуется, он и так много чего уже и без меня этого всего знает. И узнал очень. В Ютьюбе очень-очень много всяких видео есть о том, как уехать в США, как там остаться. Еще хочу сказать, на что меня попросили обратить внимание. То, что желательно не ищите русских адвокатов в Америке, когда вы приедете в Америку. А если и найдете, то попросите у них лицензию на это. А лицензия, сейчас я вам скажу, куда...